20 сентября день улетающих птиц. Перед наступлением холодов некоторые виды птиц покидают российские регионы, улетая в теплые края. Наиболее известными перелетными птицами России являются утки, грачи, журавли, лебеди, скворцы, ласточки, дрозды, жаворонки, чибисы, зяблики, иволги, аисты и цапли. Переселения совершаются как на дальние, так и на довольно близкие расстояния. Чтобы понять, какие виды пернатых являются перелетными, необходимо уяснить, что их миграции зависят от того, чем они питаются. Больше всего в природе насекомоядных птиц балансом составляют плотоядные и зерноядные птицы. С наступлением холодов все насекомые, которыми с удовольствием лакомятся многие птицы, исчезают. И в связи с этим пернатым приходится улетать туда, где никогда не бывает снега, где обилие вкусных насекомых не заканчивается круглый год. Стая птиц, следующая в теплые края, зрелище завораживающее. Нет человека, кто не поднял бы голову к небу, не проводил бы их взглядом. Красивое и вместе с тем какое-то мистическое зрелище. Только когда остынет земля, птицы летят к югу. Предлагаем вашему вниманию обзор книг о птицах, которые будут полезны и интересны детям дошкольного возраста. Николай Сладков, Севера на Юг. Хотите познакомить ребенка с богатой природой родной страны? Лучше узнать природные зоны их обитателей. Или вы просто ищите интересную книжку о природе? Во всех этих и многих других случаях это издание просто необходимо. Книга эта не совсем обычная. Она написана так, словно человек поднялся над огромной страной и увидел, из каких больших областей страна состоит. В учебниках географии эти области называются зонами. Тундра, лес, пустыня, горы. Тут обитают наши соседи по планете. Когда попадаешь в незнакомый лес или идешь горным ущельем, лучше иметь проводника. И уж совсем хорошо, если этот проводник человек наблюдательный, зоркий и умный. С таким проводником, как Николай Иванович Сладков, путешествие в радость. А художник Никита Чарушин дополнил эту книгу красивыми рисунками. Дмитрий Мамин Сибиряк. Серая шейка. Трогательная история по одноименной сказке Мамина Сибиряка о маленькой серой уточке, которая осенью осталась на родине и не смогла улететь в южные края с родной стаей, потому что лиса сломала ей крыло. Зимой серую шейку ждет роковая встреча с коварной лисой, которая во что бы то ни стало мечтает ею полакомиться. Но с помощью своего друга зайца маленькой беззащитной уточки удается спасти свою жизнь и не попасться в цапки лапы хитрой плутовки. Эта сказка учит отзывчивости и любви, пробуждая чувство милосердия и добра. Вера Чаплина. Птицы в нашем лесу. Птиц в природе много. В лесу, в поле, на реке, везде они живут. Но одних увидеть непросто. Они обитают в глухих лесах, в непроходимых болотах, в безлюдных горах. А есть такие, которых мы видим каждый день, недалеко от дома, в нашем лесу. Об этих птицах рассказывает автор в своей книге. Вы познакомитесь с необычными названиями лесных птиц. Горехвостка, крапивник, овсянка, зарянка и другие. Виталий Бианке. Наши птицы. Книга Виталия Валентиновича расскажет о самых разных пернатых, живущих в наших краях. От ледяных пустынь тундры на севере, до жарких южных степей. Об их привычках и поведении в разное время года. Птиц так много, и у каждого вида есть свои таланты. Скворцы и чайки самые дружные. Орлы и лебеди сильные, а самые яркие иволги, сизоворонки, фазаны и утки-мандаринки. Среди пернатых есть прекрасные певцы, строители, лучшие пловцы, бегуны и летуны. Константин Ушенский. Ласточка. Константин Дмитриевич – русский педагог, писатель, один из основоположников научной педагогики в России. Книги Константина Дмитриевича открывают детям окружающий мир, в котором так много интересного, забавного и увлекательного. Рассказ «Ласточка» – это познавательная история о ласточках, которую отец рассказывает своему сыну. Он говорит о жизни птиц, показывает строение крыльев, рассказывает о том, в какие страны улетают эти птицы. Мальчик хотел разорить старое гнездо ласточки, но отец ему запретил. И весной мальчик увидел, как ласточка вернула свое гнездо и стал наблюдать за ней. В эту книгу вошли хорошо известные многим поколениям читатели рассказы и сказки о доброте, справедливости и трудолюбии. Спасибо за внимание. До новых встреч!